всем привет мои дорогие подписчики в этом видео я хочу вам рассказать об одном случае который произошел со мной на прошлой неделе он достаточно неприятный и не говорит о том что с вами это обязательно тоже произойдет я думаю это все-таки единичные случаи хотя бы буду надеяться на это но во мне он оставил такой неприятный творожистый осадок прежде всего мне бы хотелось прокомментировать и ответить на некоторые вопросы которые вы мне задаете по поводу моих видео один из них допустим зачем я записываю видео про бытовые какие-то вопросы и с небольшим таким оттенком негатива по поводу негатива это смотря с какой стороны посмотреть а причина моей записи таких видео основывается именно на том что не все люди сюда приезжают наслаждаться просторами чили ее природой климатом люди которые сюда приезжают на постоянное место жительства то бишь эмигрируют очень часто сталкиваются как раз таки с этими бытовыми проблемами сталкиваются также с непониманием чилийского менталитета иногда с ними происходит какие-то казусы ситуации достаточно неприятные тому подобное это во первых во вторых мои видео я все-таки основываю именно на моем личном опыте я здесь в этой стране прожила 15 лет со мной было очень много случаев разновидных как положительных так и отрицательных поэтому все-таки мне хочется поделиться именно моим мнением опять-таки я хочу подчеркнуть что я основываюсь только на своем личном опыте и на своих личных восприятиях поэтому просить какие-то статистики просить какие-то ссылки на на сайт и где я взяла какую-то информацию и тому подобное не не интересно у меня нету времени искать и кому-то что-то доказывать через эти статьи через эти статистики а теперь я хочу рассказать именно о том происшествии о том случае который я пережила на прошлой неделе дело в том что мой сын ездит в школу сам на метро и либо потерял либо у него украли я точно не знаю его кошелек со всеми его документами естественно все эти документы нам пришлось восстанавливать заново один из них был студенческий билет по которому он ездил опять-таки на метро и какие-то пару дней так скажем его пропускали а потом уже начались проблемы поэтому мы побежали его делать и как все остальные травмиты как здесь называют это когда делаешь документы в чили заключается в том чтобы обижать несколько учреждений простоять в очереди потерять там пару дней на все это вот как раз таки с такой проблемой мы столкнулись по поводу студенческого билета по интернету нашли адрес пришли туда он оказался неправильным от нас отправили в другой в другое место туда пришли там вообще все закрыто на дверях висит такой листик ручка и другие написаны что надо идти в другое место мы пришли в это другое место я ходила с моим сыном естественно мы пришли в другое место и так как уже просто надоело везде бегать и стоять в очереди я зашла и подошла к одной девушке которая стояла в очереди у нее спросила говорю вы не знаете ли на самом деле могу ли здесь сделать студенческий билет она мне начала рассказывать начала объяснять и в какой-то буквально там за считанные минуты в какой-то прекрасный момент со спины ко мне подходит мужчина чилис естественно и начинают нее так вот на ухо девушка идите возьмите номер и вы вообще не можете не имейте права в очередь сюда лезть и там 5 10 первая моя ошибка была так что я повернулась и ему так вот сказала напрямую говорю вы знаете игры может быть вам не хватает воспитания но насколько вы видите я разговариваю с посторонним человеком с девушкой я не лежу не лезу вашу очередь ничего я во первых должна знать могу ли я здесь сделать то что я должна сделать а потом уже идти стоять ваших очередях скорее всего именно этот факт его разгневал и естественно для него это уже было казусом противоречием так скажем того что какая-то белая иностранка зашла и тут качать права еще указывает на то что ему у него не хватает воспитания и не тому подобное и соответственно начал сразу же возгудать еще больше он начал говорить о том что я вообще не имею никакого права здесь находиться и вообще кто я такая и вообще кто мне разрешил сюда зайти и так далее так тому подобное вдруг подбегает какая-то пожилая женщина я так поняла это видимо то ли его мама то ли кто даже не могу сказать что там прям вообще старушенция была это была женщина ну лет семидесяти не больше и тоже начинает там что-то на меня возгудать причем она начинает вмешивать моего сына говорить о том что ты посмотри какое воспитание ему даешь да ты вообще кто такая да ты смотри кого ты ростишь и тому подобное я допустила в этот момент и признаюсь вторую ошибку я повернулась к ним лицом положила руку на плечо этой женщине и говорю игры спокойно сеньора tranquila сеньора и вот в этот момент произошло то что я на самом деле но просто не ожидала она начала орать благим матом меня убивают меня тут вообще руку ломают зовите карабинейру зовите полицию давайте на нее наручники надевайте посмотрите что она со мной она там начала так орать это вообще какой-то кошмар ну соответственно я не знаю во мне сыгралось что-то такое я хватаю своего пацана и начинаю уходить оттуда слушай пошли отсюда я здесь делать нечего говорю нам этих проблем еще блин не хватало групп побежали отсюда ну мы с ним так быстреньким шагом стали направляться к выходной двери нам прикрывает дорога начальница вот этого отделения подбегает охрана начинают тоже орать зовите карабинейра она тут пожилую женщину избила и тому подобное вот в этот момент уже мне просто начинается шок естественно прибегают карабинейра меня хватают выводят на улицу заламывают мне руки лицом к стене девушка вы арестованы за избиение в публичном месте пожилого человека вот так забирают у меня документы и вот в таком положении наверное я простояла минут 20 пока не там ходили разбирались общались с какими-то свидетелями ну видимо с теми людьми которыми там находились и тому подобное пока мы там стояли один из карабинеров у него был мой документ он говорит а с какого такого у вас говорит документ чилийский я говорю ну с какого я здесь живу уже больше 15 лет я гражданинка гражданка этой страны на основании чего интересно вам его дали при таком поведении агрессивном морда в стену так скажем заломанными руками чуть ли не в наручнике правда они мне их не наделят в тот момент я так наверно минут 20 простояла выходит уже начальник который там ходила расспрашивала людей и говорит мне вот вы знаете женщина типа не стала на вас писать заявление потому что у нее нету времени но вы ее очень сильно избили у нее там синяки укусы царапины руки переломаны она там вся в крови в соплях и в слезах поэтому говорит вы обязаны пойти и публично у нее просить прощения во я говорю господи но с чего ради я буду не упросить прощения если она уж там вся такая побитая извините меня я гру давайте сделать по-другому давайте просмотрим все записи видеокамер которые у вас там стоят вызывайте скорую помощь пусть они делают медицинскую экспертизу и вот тогда может быть я не буду просить прощения если на самом деле вы докажете что я в чем-то виновата это карабинеру вообще не понравилось как бы я стояла противоречила еще какие-то права качала и в этот момент у меня просто сын говорит мама говорит успокойся не возгудай опусти глаза в землю соглашайся со всем и только тогда может быть они тебя отпустят но в принципе я так и сделала я просто замолчала я выслушала все это и они меня отпустили и в принципе как бы могло бы все это дело на этом закончится но мы пошли в другое место где как бы папа той информации что я вырыла выискала в гугле там должны были тоже делать этот документ мы пришли туда меня естественно этот момент уже все трясло как осиновый как липовый листочек не знаю сколько от адреналина от возмущения от бессилия от обиды от всего подряд в принципе и мы пришли туда и нас нас не стали принимать нам сказали вы знаете вот на самом деле этот документ делается там где вы были я говорю вы знаете я туда вернуться не могу вот с нами произошло то-то пято десятое и мужчина который с нами беседу он горит вы не переживайте пойдемте вместе и практически нас берет за руку и ведет опять таки в тот же ад откуда мы ушли мы приходим туда я мой сын и этот мужчина и буквально как только заходить еще даже в дверь не зашли выбегает опять таки это начальница отделение выбегает опять это охрана и начинают орать причем все в один голос она долинкует и она преступница она тут избивает пожилых людей есть сюда нельзя почему ее не забрали карабинеры может тут все думали что она за решеткой давно сидит и 5 10 я была конечно в полном шоке не знаю о чем он там с ним побеседовал что он там сказал я просто стоял уже в этот момент в уголочке опустив глаза и тупо молчала думаю если опять начну противоречь что может на самом деле наручники оденут уж на точно запихают куда-то за решетку вот но через какое-то время он подошел горит пойдемте горит возьмете номерок чтобы вас уже провели туда внутрь и как говорится сделали все эти документы номерок нам дали вот так вот с которыми потом все-таки прошли сделали что нам нужно было и когда мы уходили нам спину чуть ли не плевали не бросали тухлыми яйцами все что с нами произошло в этот день оставила очень достаточно такой неприятный творожистый осадок честно признаюсь живя в чили более 15 лет я так никогда не стала члика независимо от того что у меня гражданство чилийское я как была так и осталась для всех руса и стран хера то есть иностранка русская они меня в свое общество как своих никогда не приняли да я сомневаюсь что когда они примут потому что народ они немножко такой консервативный так скажем это они это они а мы это вот кто-то оттуда вот во вторых насчет безопасности могу сказать одно если бы было это наоборот скорее всего даже бы не подошла начальнице отделения уже не говоря ни об охране не карабинера а именно того что бабка это была чилийка а у меня все таки как говорится внешность далеко не чилийская поэтому меня как говорится за руки-то и взяли иностранка вот и возвращаясь к вопросу о безопасности очень сложно сказать что я здесь чувствую себя безопасно нет я безопасно себя не чувствую да они имеют право подходить тебя облизывать что вот так вот слюни потом в щек обтекали прижимать к себе там трогать тебе везде это для них вполне нормально естественно это наоборот даже считается вроде как их не чилийское приветствие что ли что вот они такие дружелюбные и тому подобное но исходя из всего тоже из того что со мной произошло я все-таки делаю вывод что нельзя их трогать лучше сделать морду тупо тяпкой проходить мимо игнорировать как говорится проглатывать все что не тебе говорят и делать свои дела возможно по моему темпераменту возможно по моему характеру все-таки я не смогла как-то проанализировать вовремя эту ситуацию чтобы все пройти незаметно поэтому из всего того что произошло я для себя урок выучила и для себя сделал такой вывод что не дай бог кого-то тронуть даже пальцем даже по-дружески не дай бог кому что-то сказать что-то сказать в противоречии не дай бог еще и упомянуть о том что у них воспитание извините меня на половом уровне а просто ходить и делать свои дела вот так вот как кони с закрытыми глазами никого не вижу никого не слышу всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал комментируйте мне очень интересно узнать именно то что было ли с вами такое когда-нибудь либо что-то подобное так скажем как вышли из этой ситуации и что вы чувствовали в этот момент так скажем ну и соответственно какие выводы из всего этого сделать и делитесь со мной тоже своим опытом именно те люди которые живут здесь в чили потому что все таки думаю не я да такая неудачливая всем пока